Итак, привет! Мы на втором уровне CSM Bright Island. Собственно, погнали! Ага. Как мы видим, у нас нет больше снайперской винтовки, потому что это чистый старт. Без нее будет немножко сложнее, но ничего страшного. Да. Уровень начинается с очень долгого падения. Ну да ладно. Итак, мы выплываем. Плывем вот к тем деревях, в общем. Не забудь, как ими называются. Будем считать, что это плод. И у нас появляется новое оружие. Ну, оно, конечно, не удивить тех, кто играл в сетевую модификацию варпад в те годы. Это... Лазмаган... Причем весь мотлялый. А это... Водяные големы. Из Сириус М-Альфа. Тогда планировалось, что помимо лавовых, в игре будут и остальные представители разных стихий. Но что-то пошло не так, и остались только лавовые. Но теперь, к нам вернулись все остальные. Так. Добиваем также и роботов, и вот этих вот солны. Первое, что нам нужно сделать, когда мы сюда вышли, это обойти вот это вот здание. И... Там мы найдем наш первый секрет. Процесс это довольно длительный, потому что это строение довольно большое. Но... Собственно, вот оно. И да, я оценил иронию. Очень полезные, в нашем случае, снайперские пули. Но ничего. Идем обратно. К входу. В этот, я не знаю, храм. Вот он, собственно, вход. И что мы видим там вдалеке? Именно. Это... Электромет, лучевое ружье, или еще что-то, которое у нас отбирают. И дают взамен в жпу. Первое, на первое, мы избавимся от солдат. Безголовых. Гнааров пока игнорируем. Оставим их на потом. Мне не хочу, чтобы здесь солдаты вот эти вот мелкие шнырели. Так, еще где-то слышу. Ну, вроде все. Так, режем гнааров до тех пор, пока не появятся биомехи. Вот они появились. Убиваем биомехов. Кстати, теперь можно зарезать гнааров. И вот здесь появится еще один биомех. А вот там, ну и сзади, соответственно, побегут скелеты. Просто спамим в них плазмы. Ничего сложного. Появляются зорги. И еще биомехи. Сейчас я избавлюсь пока от скелетов. Они приоритетная цель. Потому что они больно очень атакуют. Здесь еще остались зорги. Они не спешат экспаунницу. Угу. Вот то, что о чем я и говорил. Все? Ну и отлично. Так. Теперь нам надо выбрать единиц проходов. Я выберу вот эту. Оба они ведут в одно и то же место на самом деле. Однако все мы помним, как уровни в СРСМ некоторые проектируются. Сейчас скажу, о чем я. Казалось бы, все, иди вперед. Но нет. Чтобы получить максимум убийств, мы должны пройти еще и по второму этому проходу, чтобы заспаунить там ровно таких же ребят. Да. Все мы помним первый уровень самого первого СЭМа. Хедшепсут. Где надо было спаунить солдат, проходя по разным путям в один и тот же зал, который к тому же открытый. Ну, в общем. Все в лучших традициях, скажем так. Ну, отлично. Все, теперь мы можем продолжать. Поднимаемся на этаж выше. Здесь мы видим неработающий лифт. Это именно лифт. Нам нужно пройти в дверь сзади. И... Вот эта вот симпатичная платформа поможет нам спуститься. Потому что нам сейчас нужно собрать два значка и элемента. В общем, две штуки. Чтобы запустить лифт. Сейчас мы пойдем вон к тому столбу. Вот к этому. И... Я покажу еще одну очень крутую фишку этого плазмогана. У него есть альтернативный режим огня. Благодаря которому он выпускает сразу восемь зарядов. И... Довольно больно бьет. Сейчас появится... Да, вот. Вот так. Потому что это огневая мощь. Ух. Хорошее оружие. За неимением ничего лучшего. Да, даже если... В некоторых случаях я бы предпочел вот... Ну вот, посмотрите. Если попадать, конечно, по быкам. То хватает одного выстрела. Из альтернативного огня. Я бы это плазмогал в некоторых ситуациях. Да. О чем я говорил. Я бы предпочел даже ракетницу или... Пушки. Или тому же лазеру. Но не снайперки. Снайперка лучше всех. Так, еще быки. Лягухи уже появляются. Сейчас я немного... Постараюсь этих биомехов покрошить. И уже... Ай. Займемся тогда лягухами. Надо бы как они не добить. Так. Ну все, вроде. А нет, у нас еще одна. Справедливо. Ну, в общем... В общем, вот так вот. Сейчас... Возьмем... Вот эти вот все вещи. О! Я не хотел брать ту аптечку, ну ладно. Вроде все. Идем к первому строению. Где лежит один из символов. Которые нам нужны. И вот зачем здесь фишка. Перейдя вот... Подойдя, в общем, к этому столбу. Опустятся вон те силовые поля. И появится чуть меньше миллиона скелетов. И мы поиграем прямо в настоящего Сериоз Сэма. Знаешь, когда вот... Зажимаешь кнопку назад. Кнопку стрельбы. И все. Весь геймплей. Настоящий Сериоз Сэм. Угу. Я после того, как в новости про ССМ4 увидел все вот эти вот системы легионов. Мне страшно стало. То есть я считаю, что вот... Это вот с этим вот. Относительно небольшим количеством скелетов. Вот так вот. Постоянно назад приходится бегать. А там что? Перешел какой-нибудь триггер. Заспаунил Орду. И бежишь через всю карту. Спиной вперед. Отстреливаясь. Ну, не знаю. Мне всегда больше нравилось умное расположение врагов. Там правильные комбинации их. На каких-то небольших аренах. Ну, в основном, как в египетских уровнях. Ну, и некоторых уровнях второго пришествия. Например, Сатадель. Сатадель была прекрасна. Ну, ладно. Там еще скелетики должны быть. Они то ли не видят вот такой дистанции, когда появляются, то ли что. Но, тем не менее. Хорошо, хоть они спаунятся. А вот те ребята иногда застревают вон там. Это тоже нормально. Они не слишком умные. Итак. Падаем вот в этот колодец. Здесь сейчас будут появляться лавовые големята. Также их родители. Ну вот. И по ним уже можно оценить весь потенциал плазмогана. Пара выстрелов альтернативным огнем чуть-чуть добить и все. Вот рецепт приготовления большого лавового голема. Ну, как большого, среднего. Всем упомним каких размеров большой лавовый голем. Ну, да ладно. Тут еще должны ребята восполняться. Они не торопятся. Еще должен быть. Один или двое, я не помню. Ну, давай, не стесняйся. И все. Да, двое точно. Ну, да. Появляется этот самый элемент или символ огня. мы идем в портал и я возьму вот это вот пожалуй побольше пулей было а то я думаю вы догадываетесь что будет когда я приду вас к тому строению да да мы снова будем играть серио сэм ура ну да система легионов будет шикарной идеей О да, предвкушаю В принципе ничего сложного, это просто время занимает Просто им скорее всего лень было, могли бы комбинацию каких-нибудь врагов придумать Ну да ладно Там еще ребята За столбом Да вот Сейчас я с этим Ну и все остались только застрявшие Так вот здесь С этим колодцем нужно быть аккуратнее, потому что там такая платформа Эх На которую можно не так хорошо приземлиться Одна моя попытка так и закончилась Ну да ладно То есть действительно с него можно упасть прямо Так Запрыгиваем сюда Забираем вот это вот сердце, которое секрет по каким-то причинам Прыгаем сюда Прыгаем сюда Аккуратненько вот здесь И вот тут начинается самое интересное Аккуратненько Ну да ладно У нас есть вводный знак И мы выпрыгиваем И мы выпрыгиваем в портал Аккуратненько Обратно Поднимаемся к первому алтарю Dip я знаю Это вводный Насколько я помню Уставка Вставка Потом Там Кiner Залинов Водона Черного Все И Тем а Нем Тем О several Это было сложно, но мы справились. Движемся дальше, ко второму алтарю. Ну и соответственно этот алтарь огня и будут появляться лавовые големы. Отлично. Здесь нас знакомят с витряным големом, которого не берут пули. И каменный голем. Или земляной. Ну в общем, представители всех четырех стихий нам представлены. Поднимаемся вверх на самом медленном лифте в истории. Можем посмотреть на то, где мы были. Всю стептичьего полета. Да, подниматься еще долго. Вообще интересно, помните? Тут вот текстура воды мне напоминает Windows 98, знаете, обои, маленькие картинки. Вот эта вот опция замостить рабочий стол. Вот что-то такое. Ну да. Все под стать эпохи, так сказать. Ну да ладно. Вот здесь мы сделаем первую остановку. Справа за стеной, как мы слышим, нас ждет скелет. В этих комнатах здесь пара зоргов и там парочка зоргов. Дальше. В конце этого коридора в этой комнате обитают два земляных голема и последний наш секрет. Вот эта вот трещина в стене, которая позволяет нам снова посмотреть на все вот это вот. Я не знаю про что это, но зачем это все, но разумеется. Сарандашник. Ну не важно. Обнимаемся сюда. Где-то там скучает Биомиф. Скоро мы с ним поздороваемся, а пока. Выпадаем в очень-очень клевую с точки зрения визуального комнату. Берем огнемет и... Как раз так, я не знаю, мне очень нравится как эта комната выглядит, но разумеется здесь будет парочка небольших боев. Пока что это зорги и иногда гнары. Да, вот они. Где-то броня вывалялась. Ой, не лучшее время, ладно. Хотел просто гнаров избавиться от этого. Подбешивают маленько. Я получаю слишком много необязательного урона, конечно. Ну ладно. Да, я слишком много урона получаю. Необязательного. Я не самый аккуратный игрок, так что. По-моему, вот эти последние должны быть. Ой. Да. Так, сейчас придут скелеты. Оттуда. И тактика здесь проста. Выжигать на полном. Да-да. Они так и будут по трое. Казалось бы, сколько там. Но в какой-то момент кое-кто придет разнообразить. Вот эту вот схватку со скелетами. Методичную очень. О-да. Время поджечь хэллоуинские тыквы. И потом снова скелеты. И потом снова скелеты. Ну и эти парни, конечно, будут появляться. По-моему, они еще раз появятся после этого. Ай, блин. Главное, я вот к ним на пути не попадался. Ай, блин. Больно так режут на самом деле. А, все. И так, нам сейчас будет представлен еще один новый противник. Это биомех, который исполнит лягушками. И угадайте, какое оружие против него эффективнее всего. Да-да-да. То же самое, что и про лягушек. Бензопила их страшный сон. После смерти они выплевывают некоторое количество еще лягух. Но это не так страшно. Они практически беспомощные в этом плане. Ага. Придется. Ну вот и все. Ну вообще, интересная вариация на элементаре боли с дум 2. В комбинации с какими-то врагами они могут быть интересными. Я даже не знаю, зачем здесь неуязвимость. Ну потому что, ну, как бы это просто было. Ну ладно. Так, мы идем дальше. В следующую крутую комнату. По визуалу, конечно же. Мне очень нравится, как здесь все выполнено. Это именно вот в этом месте. Так. В том коридорчике еще один зорк. Отлично. Такие терминалы, напомню. Ну да ладно. Идем в вентиляцию. Там будет не менее классный коридор. Очень-очень красивый. Здесь будет бой. И тактика здесь такая же. Жечь напалом. То есть здесь будут скелеты, камеказы. Чуть позже появятся тыковки. Ай. Но если более-менее уворачиваться, то они даже никакого вреда не нанесут. По сути представляют угрозу только снаряды скелетов. Но это до поры до времени. Потому что через несколько мгновений тут кое-кто появится. Поддержку, так сказать. О да. Биомех. Берем плазменную винтовку и спамим альтернативным огнем. Так, чтобы еще задевало нижних ребят и биомехов. Чтобы одновременно наносить им урон. И все. И снова выжигать напалом. И снова выжигать напалом. Такой себе бой. На этот коридор прям красивый. Ну прям. Ну не знаю. Мне очень нравится. Здесь биомех. Просто спамим плазмой. И все. Ну теперь достала пора вернуться к нашему самому медленному куднили лифту. Так, правильно сейчас возьмем бою здесь. И с удивлением обнаружим, что лис ускорил. Какое счастье. Что за счастье? Уи-и-и. Да, чересчур оскорился. Вот так, а вот. И так мы попадаем в достаточно большую пещеру по размерам Гигантские трещины, такие даже свет высачивается Симпатишно смотрится, но нам не до любований Здесь появится довольно много красных биомехов Ничего сложного, верная уже плазменная винтовка нам прекрасно помогает Главное треки заворачиваться И здесь нам не постесняются представить еще одного относительно нового противника Это тоже биомех Только этот чувак стреляет Ядрами Ну да Но мне кажется это странное место для его представления Потому что потенциалово не раскрывается Я сейчас схожу за боеприпасами Потому что мне нужны заряды для плазменной винтовки Они действительно пригодятся И дело даже не в сложности Тех боев которые будут А они просто нужны Ну объясню короче чуть позже Мне нужно максимум зарядовать для плазмы Так что приведите И вот Super Не спеша возвращаемся обратно где-то уже вроде птички можно слушать как только мы наступим на этот мост появится большой рептилоид но как мы видим он настолько здоровый что даже с такого расстояния можно стрелять в него из нашего плазменного дробовика как бы не увернуться в яму ну да ладно все хорошо перед нами последняя арена там и там будут быки вон там будут рептилоиды и там еще биомехи будут быки иногда пробегают вот сюда и падают в эти пропасти но не всегда помирают и остаются там живыми и их сложно достать поэтому самое эффективное орудие у нас против них это плазменная винтовка поэтому будем их уничтожать до того как они забегут за нас опять же повторюсь была бы снайперка это было бы гораздо проще но тем не менее так вот к сожалению эй он чуть не столкнул меня к сожалению плазменная винтовка не сбивает эти зеленые шары но ничего здоровья вроде достаточно чтобы выдержать несколько попаданий быки вроде кончились сейчас биомехов до убиваем и подвинемся дальше надоедливые шарики но вроде все поспокойнее моя предыдущая попытка записи закой оборвалась как раз таки здесь бык просто добежал до меня и скинул в пропасть я просто не успел вовремя выстрелить там он еще один демон должен быть и мы попадаем вот в такой вот офигительно выглядящий зал коридором очень красиво и тут осталось буквально бой немного врагов больше уже нет смысла экономить боеприпасы поэтому будем и слиться ну вот и все ну да как мы видим у нас еще есть три поломанных спауна на этом уровне ну и опять же я их искал повсюду один раз я вспомнил эту платформу я пропустил этого ну там где водяные големы были вот там где вода там платформу вот это был я пропустил эту платформу и у меня четыре осталось я нашел этого я пробовал на разных аренах там с постепенными спаунами врагов экспериментировать там убивать сначала одних потом других может быть что-то в очереди ломается но сегодня весь день реально убил на это но ничего такого не нашел то есть здесь три просто поломанных спауна но ничего страшного всерьез с вами этого с самого начала и мы привыкли пару слов про уровень но честно говоря большинство боев тут но скучноватые тут откровенно скучноватые но именно в визуальном стиле уровня просто визуальный стиль уровня просто шикарен на мой взгляд то за за один этот уровень два раза меняется эстетика причем вот внутри храма когда мы там наверх поднимаемся вот эти вот коридорчики вот эта вот комната с бирюзовыми не знаю символами но очень красиво но блин некоторые эти места а вот эта вот пропасть дурацкая куда падают эти быки и не умирают а вот эта вот платформа когда вот ну падаешь в колодец вот с этими вот где водяной знак достаешь и там действительно можно упасть мимо из платформы ну блин ну как так можно делать но несмотря на все это ну опять же да в плане именно боев тут не так все весело но визуально уровень цепляет визуально он мне очень нравится но опять же немного меня расстраивает что здесь все таки есть сломанные спауны но что уж это можно сказать классика серьезно ладно спасибо за просмотр пока и Продолжение следует...